Пока я был в походе, за пару недель ничего сверхъестественного не произошло. Поэтому не погнали, как обычно, а спокойно пошли. А ещё в моём телеграмме вы сможете посмотреть забавный ролик из этого похода. Честно говоря, анонс этой игры у меня вызвал некие сомнения. Уж больно хорошо она выглядела. Но вот время прошло, и ура, я ошибался. Tomb Explorer VR — это приключенческая игра, в которой вы исследуете древние руины и гробницы в поисках сокровищ, реликвий и артефактов. Однако, в отличие от своих явных вдохновителей, здесь вы действительно занимаетесь исследованием, а не расстрелом сотен болванщиков. Прежде всего, вы будете ходить, приседать, прыгать, крабкаться и скользить. Да, для большинства игр это скучно, но не здесь, ведь за каждым углом вас будет ждать либо головоломка, либо ловушка. И как именно вы будете их избегать, зависит от вас самих и выбранной тактики. Вот тут нужно аккуратно пройти, но в этой ситуации аккуратничать не стоит. Бои, конечно, тоже есть, но их некоторую деревянность можно списать на ранний доступ, который есть только в стиме. Вы могли подумать, что я показываю Ancient Dungeon, но нет. А вот хороший вопрос, что это? Просто вообще игра называется Pixel Dungeon, но в сайт-квесте, где руглайк распространяется в раннем доступе, на момент публикации ролика он подписан просто как данжен. Но да ладно. В чем его особенность? Это нечто среднее между Dungeons of Eternity и Ancient Dungeon, и она воксельная. Но от первой игры взяты плавность и динамика, правда конкуренцию проект не может составить по нескольким причинам. В отличие от Dungeons of Eternity, команда разработки небольшая, что сказывается на количестве контента, немного на качестве и в целом пока не совсем понятно, в каком направлении разработчики вообще планируют двигаться. Но сейчас они добавляют новые аватары. Игра доступна на квесте, а позже появится и в стиме. Не знаю зачем, но некоторые в комментариях возмущались, что я не рассказал про VR-мод для Таркова. И нет, речь не про Табор, где недавно было большое обновление, а именно про Тарков. Такс, ну, честно говоря, я до сих пор не знаю, зачем его вообще начали делать. И даже дело не в том, что вы будете в заведомо проигрышной ситуации против клавомышлей, тем более читеров. Тут скорее вопрос в другом. Вот я прошел Half-Life Alyx на максимальных настройках. Моя GTX 1070 грелась плюс-минус до 70 градусов. Зашел в Тарков... На локации маяк на минимальных настройках. В плоском режиме с включенным кондиционером в комнате видюха нагрелась до 88 градусов. Вопрос, какая видеокарта нужна, чтобы по телевизору потом не было новостей по типу? Дурачок играл в Тарков VR, и из-за него целый подъезд взорвался. Ссылку на инструкцию я-то оставлю, но на вашем месте я бы все равно пока посмотрел в сторону Табора. А вот новый Intuza Radius, как разработчики и обещали, допиливают и допиливают. За последнее время вышла парочка довольно существенных исправлений всех ошибок. Как вы можете заметить, список довольно немаленький. Причем ремонт коснулся всех аспектов игры. Как от мелких и крупных багов, так и до улучшения производительности как и в целом всей игры, так и мультиплеерной составляющей. Ссылку на полный перечень я оставлю в описании. Сейчас же от разработчиков добавлю то, что нас ждет еще один патч, а дальше уже будет добавление контента, на которое часть команды уже выделена. Разработчик VR-мода Seven Days to Die тоже не сидит сложа руки. За последний год, с тех пор, как я сделал обзор, уже вышла третья глобальная обнова. Если вкратце, завозят всего и по чуть-чуть. Например, то, что вообще нельзя было ждать в порте плоской игры. Система слеживания, с каким ускорением игрок машет руками, чтобы бить по зомби. Все по физике. Сильнее замах, больше урона. Порой даже слишком много. А вот чего еще, к огромному сожалению, нет, так это двуручного использования оружия и нормального прицеливания. По идее, это должно появиться в следующем апдейте. Но кто знает, если эти базовые функции не появились еще год назад, значит не все так просто. Пока всякие там рептилоиды сначала рассказывают, что с GTA San Andreas то все хорошо, то ее разработку останавливают бегемот от Skydance во всю пилится и по чуть-чуть обзаводится новыми подробностями. Во-первых, по идее, это будет не совсем открытый, а скорее иммерсивный мир в духе ходячих. В конце концов, разработчики одни и те же. Поэтому делается большой упор на разнообразие оружия и стилей сражения. Причем, если с рядовыми болванчиками все и так понятно, аналогичный опыт у нас уже есть благодаря куче других игр, то вот как быть с огромными боссами, вот это интригует. Потому что сражение с големом в Бледен Сорсере довольно-таки тошнотворный опыт, даже после десятка попыток. Релиз ожидается уже 14 ноября на квесте PSVR 2 и Steam без русского языка. Но, думаю, столь громкий проект недолго без этого будет обходиться. Как вы можете помнить, релиз The Burst, мягко говоря, не задался. Экшн в первый же день обругали буквально за все. Но, слава богу, команда не опустила руки и за пару недель выкатила довольно-таки большой патч, который исправляет... да, собственно, все. Баги с резкой просадкой производительности. Несколько десятков глюков с отображением, расположением, респамом, врагов, объектов мира, ящиков, оружия, блокнота и куча-куча-куча всего. В плане допиливания графики была проделана огромная работа. Звук, кстати, тоже не отстает, как и в принципе в игре, так и на каждом уровне в отдельности. Короче, уже много чего улучшено. И, надеюсь, работа будет продолжена. Сам по себе-то концепт игры очень даже крутой. А вы знали, что Slender The Arrival VR перенесли до следующего года? Ну, если вы не знали, что этот хоррор вообще должен появиться в VR, поздравляю, мы с вами в одной лодке. Ну, короче, разработчики решили, что им нужно дополнительное время, чтобы порт получился высокого качества. А потому мы увидим его только в следующем году, когда-то на PSVR 2 и Steam. А на этом сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал и да пребудет с тобой VR.